Нерест рыбы начался 1 апреля и продлится почти полтора месяца. Ихтеологи, ученые, изучающие рыб, говорят, необычно жаркая весна в этом году благоприятно сказывается на метании икры. С этими погодными условиями рыба начала быстро нереститься. То есть раньше как бы все по очереди бы как-то рыба нерестилась, а в этом году вот уже лещ уже нерестится, уже плотва нерестится, густера, они как-то все в одно время начали. А вот мест для нереста в этом году не хватает. Из-за малоснежной зимы воды в реках мало. Нерестилища, которые обычно располагались на мелководье, оказались на суше. Сейчас сантиметров 40 не хватает воды, сейчас нет уровня воды. Получается, где должна была рыба нереститься на мелководье, нет там воды, и приходится помогать рыбе искусственно делать гнезда. Родильные дома для рыб делают работники местного рыбхоза. Говорят, все равно сейчас работы особо нет. Во время нереста запрещен любой лов, даже промышленный. Это принято было еще со времен Советского Союза, еще с тех времен. Ежегодно рыбаки ставили эти гнезда, чтобы рыбка цепляла на них икру. Искусственные гнезда расставляют неподалеку от мест, где рыба привыкла нереститься. Делают около полусотни родильных домов. Это не новогодний букет, а гнездо для нереста рыбы. Сосновые ветки выбрали для того, чтобы икринки, которые отложат сюда рыбы, свободно промывались водой. Веточки связывают вот в такие вот пучки и опускают в воду. Вот так. Через полторы-две недели здесь появятся мальки. Когда рыба готовится к размножению, ни на что другое внимания не обращает, говорят ученые. Стаями стремится отложить икру. Этим и пользуются браконьеры, расставляя у нерестилищ сети. В это время, как правило, формируется нерестовое стадо, особенно у леща. То есть он идет массово на нерест. Поэтому, если на ее пути поставить какую-то сеть или кран, она, естественно, туда попадает. В сетях, которые вытаскивают работники рыбоохраны, практически каждая рыба с икрой. Гроздьями икринки висят на леске. Одна такая сеть – причина гибели десятков тысяч мальков. Во время нереста ловить рыбу разрешено только на удочку с одним крючком и не больше двух килограммов в сутки. Нарушители запрета рыбоохрана штрафуют, если ущерб большой, передают дела в суд. Сначала нереста в области возбудили уже два уголовных дела, задержали больше сотни браконьеров. Варварский лов рыбы нарушителям влетит в копеечку. К примеру, судак – 510 гривен, щука – 325 гривен. Это одна штука, независимо от размера и веса. Толстолобик – 425 гривен, плотва – 85 гривен. Нерест водоема Харьковской области продлится до 10 июня. После окончания запрета начнется настоящее золотое время для рыбаков. Сголодавшаяся за время нереста рыба будет ловиться, что называется, на пустой крючок. Андрей Кравченко, Павел Кубраков. Объектив неделя.